Беспрецедентная ситуация. Суммы контрактов не покрывают затраты. Застройщик долгожданной Тольменской школы, которую по планам должны сдать в 2022 году, аванс уже получил. Но от него не осталось и следа. Из-за резкого скачка цен на стройматериалы в несколько раз приходится работать в убыток и при сбое поставок. С такой же проблемой столкнулись и на Тольменском водозаборе. Так, стоимость дизель-генератора с полутора миллионов рублей возросла практически до трех. Мы этот пересчет по установленным правилам и на основе обосновывающих документов сделаем и готовы будем его дофинансировать и таким образом расходы доплатить. То есть объекты станут для нас стоить несколько дороже. Но для нас важно сохранить наших подрядчиков. Еще в июле стало понятно, что многие соцобъекты под угрозой срыва. Это может отразиться на качестве возводимых детских садов, общественных пространств, спортивных объектов и школ. Как разрешить возникшую проблему? Этот вопрос губернатор обсудил с главой района, руководством строительной компании, единым госзаказчиком, депутатом Заксобрания Игорем Панариным, а также главой Минстроя. Строители практически прекратили процентование, испытывают на самом деле и финансовые сложности, но работа людей, технику с объектов не выводят. Да, немножко меньшими темпами строят. Однако, несмотря на строительный кризис, детский сад в Тольменке уже готов к сдаче в эксплуатацию, штат набран, оборудование закуплено, идет процесс лицензирования. Помимо денег, выделенных по национальной программе «Демография», муниципалитет потратил более двух миллионов собственных средств. Открытие запланировано на 4 сентября. В этот день сад примет 250 детей. В дальнейшем больше, так как власти перераспределят воспитанников других дошкольных учреждений. И этот социальный объект не единственный из новых. Средства по госпроектам получило и село Озерки. Месяц назад здесь открыли новую спортплощадку. Стоимость строительства составила 3,5 миллиона рублей. Часть расходов на себя взяли инвесторы. Помимо этого, деньги были выделены по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Прорыв для села, для развития спорта. Мало того, было принято решение администрации, депутаты «Единой России» поддержали. Мы сразу дали дополнительно ставки на каждое муниципальное образование, где открыли такие площадки. Потому что в 2012 году они в свое время сокращены ставки методистов по спорту. Еще один долгожданный объект – сквер в Озерках. На его создание потрачено 4 миллиона рублей. Здесь все еще ведутся работы, но основная часть уже завершена. Закуплено освещение и проложены пешеходные дорожки. В дальнейших планах создать пространство для роллеров и скейтбордистов и провести акцию «Сад памяти». Реализацию этих проектов держат на контроле депутаты АКЗС и правительство Алтайского края. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.